Здравствуйте! В эфире телеканала 24KZ, программа «Подробно». 24 декабря в Северной Корее была отмечена вторая годовщина прихода к власти нынешнего лидера страны Ким Чен Ын. В заголовком самой закрытой страны мира руководителя партии, армии и народа великого наследника своего отца. Часто Ким Чен Ына называют одним из самых молодых действующих глав государств в мире. Однако при этом точная дата рождения северокорейского руководителя неизвестна. Ким Чен Ын родился 8 января 1982, 1983 или 1984 года в Хиньяне в семье будущего лидера КНДР Ким Чен Ыра. Его третьей жены бывшей актрисы Ко Юн Хи. По данным разведки Южной Кореи Ким Чен Ын закончил международную школу в Берни, Швейцария. С 2002 года учился в университете имени Ким Ир Сена и военном университете в КНДР. К концу 2012 года КНДР вошла в так называемый клуб космических держав. В декабре этого года с космодрома Сохэ с помощью ракеты-носителя НХ-3 успешно был выведен на орбиту искусственный спутник Кван Мюнсон-3. Командование Воздушно-космической обороны США подтвердило успех запуска. Но при этом Северная Корея нарушила две резолюции Совета Безопасности ООН, вызвав плеск негодования со стороны международного сообщества. В феврале прошлого года КНДР успешно провела третье в своей истории ядерное испытание. Результатом этих действий стала негативная реакция со стороны Совета Безопасности ООН, ужесточившего санкции против северокорейского режима. Ответ северокорейских лидеров не заставил себя долго ждать. Ким Чен Ын пригрозил США возможным превентивным ядерным ударом. После чего уже в марте руководство КНДР аннулировало договор о ненападении с Южной Кореей, подписанный в 1953 году после окончания Корейской войны. Однако вскоре отношения соседей заметно потеплели. В сентябре прошлого года возобновила свою работу совместная индустриальная зона Кэссон. Было принято несколько важных решений. Создать совместный орган по управлению комплексом, заняться привлечением иностранных инвесторов и впредь не прекращать работу проекта ни при каких обстоятельствах. А совсем недавно, 26 декабря, Южная Корея и КНДР договорились о создании совместной арбитражной комиссии, которая будет решать юридические вопросы в индустриальной зоне Кэссон. В дальнейшем стороны планируют создать арбитражный суд. В марте этого года страны обменяются списками, в котором будут 60 фамилий сотрудников будущего арбитражного суда, а 30 с каждой стороны. В августе прошлого года в мировые СМИ поступила информация о том, что в Северной Корее разработан так называемый национальный смартфон. Ким Чен Ын, лично протестировавший новинку, заявил тогда, что массовое производство товаров с торговой маркой КНДР положительно отразится на национальной гордости и самоуважении корейского народа. Гаджет получил название AS1201 Arirun. Информации о нем было немного. Сообщалось, что смартфон наделен сенсорным экраном и тыльной камерой, а роль операционной системы играет некая версия Android. При этом высказывались предположения, что на деле выпуском смартфона занимается один из китайских производителей, а в КНДР лишь проверяли качество и упаковывали телефоны. В последнем BBC Ким Чен Ын любит поп-культуру и внимательно следит за баскетбольными матчами американской лиги НБА. В то время немало шума вызвал рассказ экстравагантного Дениса Родмана о том, как он провел неделю на частном острове Ким Чен Ына. По словам Родмана, остров можно сравнить с Ибице или Гавайскими островами, за тем исключением, что северокорейский лидер является его единственным полноправным владельцем. Во время отдыха рядом с Ким Чен Ыном постоянно находились около полусотни человек, при том не телохранителей, а нормальных отдыхающих людей, которые все время пили коктейли и смеялись. Если вы пьете текилу, то это будет лучшая текила. У него все только самое лучшее, отметил Родман. Яхту Ким Чен Ына, баскетболист, описал как нечто среднее между паромом и кораблем из диснеевских мультфильмов. После визита в Пьянь Ян Родман сообщил о том, что он станет тренером северокорейской сборной по баскетболу. Эта страна не должна пугать, потому что у нее есть Ким Чен Ын, а теперь он хочет перемен. Если вы познакомитесь с ним поближе, поймете, что он хороший парень. Это была программа «Подробно». До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова